Приветствую всех любителей оной тяги, и это вторая серия по созданию нового двигателя на эффекте Бифельда Брауна. В первой серии мы начали искать зависимости, чтобы получить наилучшую конфигурацию электродов, которая выдавала бы наибольшую тягу на один затраченный ватт электрической мощности. В этой серии, похоже, тоже ничего особо не изменится, продолжим искать все то же священное гравль, используя различные конструкции электродов. Контент будет такой же скучный, как и в первой серии, но это все же опыты, а не комиксы про железного человека, где я вам тут экшен возьму. Хотя благодаря вашим комментариям, кстати, очень полезным под прошлым видео и вашим лайкам, алгоритмы ютуба решили, что данный контент вполне себе интересный, его можно показывать, поэтому первое видео набрал уже почти 100 тысяч просмотров. А для подобного непопулярного контента это достаточно большая цифра. Ну что ж, приступим к самим опытам. В комментариях мне накидали разных вариантов, что еще можно попробовать. Итак, была парочка комментариев про материал из спускающего электрода, попробовать не медный, а какой-нибудь другой, например, вольфрам или нихром. Вольфрамовую нить мне предложили достать из лампочки, но, к сожалению, распрямить ее у меня не получилось, она разваливается прям в руках. А вот тонкая нихромовая нить от паяльника у меня была, и опыт с ней я смог поставить. Опыт 39. В качестве верхнего электрода используется нихромовая проволока диаметром 0,07 мм. Потребляемая мощность 13,1 Вт. Тяга 0,33 грамма. В общем, нихром показал себя даже хуже, чем медная проволока, даже большего диаметра в 37-38 опыте. Дальше я решил провести серию опытов с иглами вместо проволоки. Опыт 40. Рамка 390 длиной. Верхний электрод. Кнопки, гвоздики силовые, цветные. Одна штука. Потребляемая мощность 12,2 Вт. 12,3 Вт. При этом тяга, ну вот прям 0 совсем. Хотя ветер небольшой есть. Опыт 41. 14 иголок. Потребляемая мощность 12,2 Вт. При этом тяга 0,11 грамма. Опыт 42. Отключил половину игл. Теперь 7 игл. Мощность потребляемая 12,1 Вт. При этом тяга 0,08 грамма. Еще раз. 0,08 грамма. Отключил еще 4 иглы. Того осталось всего 3. Мощность 12,4 Вт. Нет, 12 Вт ровно. Тяга 0,04 грамма. Данный занес таблицу и почему именно 14 иголок. Нет, это не мое любимое число. Мое любимое число 13. Тут все гораздо проще. Просто в коробке с иголками оказалось всего 14 штук примерно одинаковой длины. Ну и так как иголки из кнопок гвоздиков закончились, пришлось переходить на иголки из медной проволоки. Опыт 44. Пучок из оголенных проводов. Вместо иголок. Потребляемая мощность 12,3 Вт. 12,4 Вт. При этом тяга 0,06 грамма. Опыт 45. Гребенка из тонких медных проволочек. Зазор между электродами 15, рамка 390. Потребляемая мощность 12,1 Вт. Тяга 0,07-0,08 грамма. Похоже бездумное увеличение количества иголок особого прироста к тяге не дает. Надо бы их как-то проредить и подогнать параметры под 41 опыт, где использовали кнопки гвоздики, чтобы было с чем сравнивать. Опыт 46. Количество и расстояние иголок такое же, как в опыте 41, только иголки заменены на сдвоенные проволочки. Тяга. Мощность 12,4-12,3 Вт. При этом тяга 0,2 грамма. Так, еще раз. 0,19-0,20 грамма. Опыт 47. Все то же самое, что в опыте 46, только отрезал иголочки по одной от каждой. Теперь они не сдвоенные. Потребляемая мощность 12,4 Вт. При этом тяга 0,2. И тут у меня возник вопрос, а почему же такая большая разница в тяге между опытом 41 и 47 почти в два раза? Количество иголок не изменилось. Шаг между иголками не изменился. Кстати, добавил еще один параметр, шаг между иголками. Остальные параметры у нас вообще из опыта в опыте не меняются, такие как зазор между электродами и длина рамки. Так что же вызвало прирост в тяге? Чем конструкция с кнопками отличается от такой же конструкции с проволочками? Давайте выпишем все параметры иголок из этих двух опытов, а потом посмотрим, какие параметры изменились, какие нет. Исходя уже из этого, будем ставить следующие опыты, чтобы найти тот параметр, который привел к увеличению тяги. Ну и первое, что бросается в глаза, это наличие пластиковой ручки на иголке в опыте 41. Возможно, эта ручка создает завихрение и вызывает замедление потока воздуха. Назовем этот параметр аэродинамические характеристики. Следующий параметр это длина самой иглы. Возможно, длины иглы работают лучше. Это надо проверить. Третий параметр это диаметр иглы. Четвертый пункт это расстояние между иглами, назовем его шаг. В обоих опытах он был 8 мм и ничего мы не меняли, поэтому сразу вычеркиваем. Пятый пункт количество игол, также сразу вычеркиваем, потому что не меняли. Ну и осталось два параметра. Это материал самой иглы и ее острота. Ну что ж, а теперь по списку ставить опыты над теми параметрами, которые еще не проверяли. Опыт 48, все то же самое, что в опыте 47, только используется аэродинамический тормоз. Площадью 22 квадратных сантиметра. Употребляемая мощность 12,3. Тяга 0,2. В общем, то же самое, аэродинамический тормоз вообще никак не влияет на тягу. Итак, аэродинамические характеристики вычеркиваем, на таких скоростях потока они вообще никак не влияют. Следующий пункт – длина иголок. Опыт 49, все параметры, как в опыте 47, только убрал 50% длины иголок. Потребляемая мощность 12,2 Вт, 12,3 Вт, тяга 0,21 Вт. Еще раз. Тяга 0,2 Вт. Ну, в общем, длина иголок не имеет значения. Опыт 50, все то же самое, что в опыте 49, только длина электрода 15% от первоначальной. Мощность 12,2 Вт, 12,3 Вт. Тяга 0,2 Вт. Еще раз. Даже 0,21 Вт. Ну что ж, к моей радости оказалось, что длина иголок никак не влияет на тягу. А то я тут уже начал ломать голову, как натягивать длинные струны и сооружать ионную арфу. Следующий параметр – диаметр иглы. Беру проволоку потоньше. Опыт 51, все то же самое, что в опыте 50, только диаметр проволочек 0,09 мм. При этом мощность 12,4 Вт, а потом прыгает до 13,13,1 Вт. На электродах прерывистый треск, то есть двигатель работает в импульсном режиме. Из-за этого показания скачет. Тяга 0,25 Вт. Еще раз. 0,27 даже. 0,25. В общем, где-то начинается пробой. Поэтому показания прерывистые. Ну и прибор это все плохо фиксирует. Собственно, здесь у меня произошел необъяснимый на тот момент скачок мощности. С 12,4 Вт сразу до 13. Ну и так как закадровый голос уже знает, чем все закончилось, его умиляют попытки говорящего в камеру объяснить то, что сейчас происходит. На тот момент я думал, что происходит электрический пробой между электродами через бамбуковую палочку, поэтому решил заменить ее на керамическую трубку. Но 52-й опыт показал, что керамическая трубка не помогла, ни мощность, ни тяга не изменились. Списал все на необъяснимую физику процессов и решил продолжить. А дальше по плану увеличение количества иголочек. Опыт 53, 50 игол, рамка 390, проволока 0,09 мм. Потребляемая мощность 13,1 Вт. При этом тяга 0,67. И еще раз 0,66. Ну и тут опять необъяснимая ерунда. Тяга выросла, а мощность осталась на месте. Уже начинает попахивать вечными двигателями, бестопливными генераторами и прочей ересью. Еще раз просмотрев все свои записи, я заметил, что ни разу не было в параметре мощность после запятой цифры больше чем 4. И именно после этого порога в 12,4 Вт и произошел скачок мощности. А это наводит на мысль, что? Предоставлю голос говорящему в камеру. Нашел причину скачка мощности. Все дело было в китайском приборе. Ну как всегда. Вот кто ж мог подумать, что после 4,4 Вт он сразу прыгает на разряд выше. То есть допустим 7, 7,1, 7,2, 7,3, 7,4. 8,8,1, 8,2, 8,3, 8,4,9. Ну вот такое вот оно. В общем, теперь буду производить измерения в токе. Тут он как-то меньше врет. Все, колостой ход 70 микроампер. Ну и собственно совет года. Если тебе кажется, что ты изобрел вечный двигатель или бестопливный генератор, проверь приборы, особенно китайские. Итак, теперь измерения буду проводить в амперах. Точнее в миллиамперах. Ток 119, 120 миллиампер. Тяга 0,66. Добавил еще одну колонку с током. Теперь буду записывать и мощность, и ток. Чем больше данных, тем лучше. Опыт 54. Все то же самое, что в опыте 53, только 100 игл. Шаг между иглами 4 миллиметра. Ток 118, 119 миллиампер. Тяга 0,7. Еще раз. 0,71, 0,72. На данный момент конфигурация в 54 опыте является наилучшей. Она выдает наибольшую тягу на одной рамке и вообще наибольшую тягу за все опыты. Правда опять какая-то ерунда между показаниями мощности и током. Ну что ж, вернемся к нашему списку. Большинство опытов уже поставлены и 5 из 7 параметров проверены. Остались 2. Как правильно провести опыты с материалами я пока не придумал. Это надо где-то достать одинаковые иглы из разного материала с одинаковой заточкой, что практически невозможно. Или достать проволоки из разных материалов, но чтобы у всех у них был одинаковый диаметр, который должен быть в районе 1,1 миллиметра. Но параметры остроты я решил проверить, проведя опыт с острыми медицинскими иголками. Опыт 55. 14 медицинских игл. Рамка 390. Зазор 15 миллиметров между электродами. Диаметр игл 0,6 миллиметра. Мощность 12,2 в миллиамперах. Это 113. Тяга 0,17. Еще раз. 0,18. 0,16. Опыт с медицинскими иглами нельзя считать чистым, так как материал медицинской иголки отличается от материала кнопки гвоздика из 41 опыта, так же как и диаметр. Но если сравнивать эти три опыта, то 14 медицинских острых игл проигрывают 14 тонким медным проволочкам из опыта 51. 0,17 тяги против 0,25. И похоже, чтобы поставить точку в параметре острота иглы, придется реконструировать 41 опыт и провести химическую заточку кнопок гвоздиков. Реконструировал 41 опыт. Та же мощность. И та же тяга 0,11. Этот метод заточки я посмотрел у одного рыбака, он так крючки точил. Место спасибо, ссылочку на его видео оставлю в описании. Здесь на пропитанную электролитом ватку подается напряжение в 12 вольт, и она является плюсовым электродом. К иглам подключается минус, и по действиям электролиза они начинают постепенно растворяться, тем самым затачиваясь. Ради интереса я этот процесс даже заснял под микроскопом. Редактор субтитров А.Семкин А так под микроскопом выглядят три иглы. По центру медицинская игла, которая участвовала в опытах. Слева не заточенная кнопка гвоздик, справа заточенная химическим способом кнопка гвоздик. Ну и до такой вот степени остроты у меня получилось заточить все 14 игл этим методом. Опыт 57. Реконструированный опыт 41. Иголки заточены химическим способом. Мощность 12,4, но это тот самый порог, когда 12-13. Есть 13. При этом тяга 13. 0,13 грамма еще раз. 0,12. 0,13. Ну как-то так. Ну что ж, пункт острота окончательно проверен, можно вычеркивать и он таки влияет. Острые иголки работают лучше, чем тупые, но все же хуже, чем тонкие медные проволочки. Вот только опять же неясно, дело здесь в материале или в том, что тонкая медная проволочка выходит острее, чем иголка. Надо бы сравнить иголку с проволокой под микроскопом. Это самая лучшая заточка иголки, которую у меня получилось сделать химическим способом. Но проволочка диаметром 0,09 мм не особо ей уступает. А эта проволока диаметром 0,6 мм, и похоже здесь дело еще в том, какая получается кромка у проволоки, когда я откусываю ее бокорезами. Под микроскопом хорошо видно, что после бокорезов получается рваная острая кромка, вот вам и заточка. Возможно причина кроется именно в этом, а возможно и в материале. Итак, подведем итоги, что же лучше работает. Иголки из тонкой медной проволоки работают лучше, чем натянутая струна из точно такой же медной проволоки. Чем тоньше проволока иголок, тем лучше. Чем больше иголок, тем лучше, но здесь есть предел по количеству иголок на сантиметр длины, который я еще пока не определил. Ну что ж, пока такие вот результаты. Тягу все же получилось увеличить, не поднимая при этом напряжение. Хотя по поводу напряжения, под прошлым видео было достаточно много комментариев о том, что его надо поднимать хотя бы до 30 кВт, иначе никуда я не полечу и вообще толку не будет. Давайте ради интереса добавим какие-нибудь цели или миссии. Например, цель первая, построить ионный двигатель, который выдает тягу больше 1 грамма на напряжение в 11 кВт. Цель вторая, назло всем комментаторам построить летательный аппарат на ионной тяге, способный взлететь при напряжении в 11 кВт. По поводу назло, естественно пошутил, все ваши комментарии очень важны и полезны. И вообще, давайте в комментариях устроим мозговой штурм, это очень помогает при разработке. Ну и глобальная миссия, построить летательный аппарат, который может летать на ионной тяге с собственным источником питания на борту. То есть полноценный самолет с ионным двигателем. Жду ваших идей в комментариях, а для удобства анализа данных оставлю экселевский файл со всеми опытами в описании под видео. Ну и сделаю тайм-коды к первому и второму видео с номерами опытов, чтобы было проще их находить. Ну что ж, продолжим уже в следующей части, а напоследок опыт с лезвиями, который при монтаже просто оказался в неправильной хронологической последовательности. Опыт 56. Полоса из лезвий в качестве верхнего электрода. Ток 110. При этом тяга 0. Вообще не работает.